Аккумуляторы Vesta Краснобелый Хаверкиев впервые вступил в игру же на пятой минуте, отражая мяч, пущенный Новаком с острого угла. Однако продолжение от краснодарцев не последовало. Гости спокойно отбили их стартовый натиск и на 17-й минуте организовали едва ли не первую собственную наступательную акцию, ставшую результативной. Центр-форвард Спартака Артем Федчук избежал офсайда и опеки защитников, сблизился с Кавлиновым и неотразимо пробил в дальний угол. Отыграться юные быки попытались сразу же. Чаров сместился справа в центр и выстрелил метров с 18, а Веркиев перевел снаряд через перекладину. Почувствовавший вкус гола Федчук, ответил на это своим прорывом на 21-й минуте. Кавлинов не дрогнул. Пару минут спустя Ахриев пальнул с перспективного штрафного, выше цели. А в следующей атаке Спартака из своей штрафной уронил Борисова, однако рефери из Ростова на Дону Стрельцов предпочел этого нарушения не заметить. Открытый футбол продолжался еще минут пять, которые уместили в себя неточный удар спартаковца Бакаева с выгодной позиции, промах Федчука, замыкавшего с нескольких метров в диагональ Пантелеева, и мощный залп Ахриева, после которого снаряд рассек воздух над створом ворот гостей. А затем игра закупорилась, практически до финального свистка. Обе команды, начиная минуты с 33-й, стали действовать в невысоком темпе и с оглядкой на собственные тылы. При этом процент брака в передачах был запредельно высоким. Неудивительно, что при таком футболе не то что опасные моменты, удары по воротам были большой редкостью. На 39-й минуте бдительность спартаковского кипера безуспешно проверил Ахриев. После перерыва на 63-й минуте аналогичным ударом вышедшего вместо Кавлинова Ермакова размял москвич Федчук. На 75-й минуте рефери не разглядел игры рукой со стороны спартаковца в собственной штрафной. А пару минут спустя супер шанс упустил хавбек краснобелых Бабаев, ахнувший в небеса с убойной позиции. Окончательно же все вопросы о победителе в матче были сняты на 87-й минуте. Только что вышедший на замену Краснодарец Кмелевской зачем-то зацепил в пределах зоны пенальти Федчука и сам пострадавший с точки пробил без шансов для вратаря. 2-0. Молодежка Спартака вот уже в шестой раз к ряду превзошла юных горожан, которые потерпели третье фиаско в трех весенних матчах первенства и опустились уже на 12-ю строчку турнирной таблицы. Редактор субтитров А.Семкин